здравствуйте уважаемые родители и мои ученики сегодня я хочу пригласть предложить вам необычное рисование а именно рисование технику рисования которая называется пластилинография что же это за техника вот вашему вниманию я хочу показать вот такую вот работу с которой которую мы сделали с одной девочкой то есть полностью весь рисунок мы раскрашивали не красками не фломастером а пластилином если внимательно посмотреть то вся весь клоун вся собака все состоит из пластилина как заработать этой тем работать в этой технике что нужно сделать я вам сейчас объясню и покажу что нам понадобится во первых вам нужно будет первое что сделать нарисовать взять раскраску картинку может быть вы сами нарисуете чтобы вы захотели раскрасить я выбрала вот такую вот лисичку из сказки колобок и подобрала к этой лисички и к этому рисунку определенные цвета а ну раз это пластилинография то естественно нам нужен пластилин желательно чтобы это был мягкий пластилин ну если мягкого пластилина нет какой уж есть то есть вы определяете цветы цвета какие вам нужны определяйте пластилин также нам понадобится шприцы большая просьба если попросите пожалуйста взрослых эти шприцы иголочку мы сразу убираем она нам не нужна прямо в этом стаканчике нужен только лишь сам шприц у меня здесь вот такие 5 миллиметровые шприцы самые-самые такие замечательные для чего нам нужны шприцы в шприцы будем мы с вставлять пластилин определенного цвета ну вот например посмотрите я уже заранее приготовила у меня в одном шприцы фиолетовый в другом белый цвет желтый и оранжевый что нужно будет сделать вы открываете вытаскиваете поршень из укола шприца ну давайте возьмем например вот такой вот катаете колбаску коричневую ну какой цвет вам нужен так ну давайте будет коричневая для пенечка да вот туда вот вставляете в поршень и у вас заранее должна стоять емкость с горячей водой для чего мы берем шприц опускаем в горячую воду можно опустить несколько ждем ждем чтобы у наш пластилин нагрелся для чего нам это надо а для того чтобы сделать вот такие вот замечательные полосочки выдавленные из из шприца с помощью вот этих жгутиков мы с вами потом будем заполнять и раскрашивать нашу работу чтобы стол не пачкать я беру листочек листочек таким образом сейчас вот сюда покажу положила листочек так ну самый первый я коричневый опускала проверяю насколько он меня нагрелся начинаю выдавливать смотрите туго идет значит пусть еще немножечко постоит ждем ждем когда нагреется сильно перегревать тоже не надо если вы сильно перегреете то у вас размажется весь пластилин и вот этих колбасок не получится водичка вроде не остыла давайте попробуем так вот выдавливаем выдавливаем да ну конечно туго идет можно бы еще поддержать но стараемся выровнять вот так вот ровненько так вот таким образом из шприцов вы выдавливаете вот такие колбаски дальше что мы с вами будем делать значит уже вы берете ну вот например раз у меня лисичка я уже приготовила да вот эту лисичку думаю какой же цвет мне понадобится ну например у меня уже вот здесь вот выложена желтенькая я беру желтый беру часть могу немножечко оторвать и вот у меня что может быть желтенькая давайте наверное не желтенького начнем с у лисички платьишка я хочу сделать вот начну с платьишка ну например сначала выкладываю контур вот выложила контур то у меня будет платье от рукава так вот обратите внимание то что у меня идет по линии от выложила следующая следующая линия я повторяю контуры карандаша как будто бы я рисую но только рисую не фломастером а пластилином и вот то что у меня нарисовано карандашу я вот эту вот полосочку пластилиновую так и пускай закончилась у меня я убираю в стороночку отрезаю следующую беру следующую беру тоже выкладываю вот у меня по контуру идет плавненько сюда заходит и заканчивается вот здесь сначала я сделала контур здесь можно хорошенечко примазать а когда у меня контур выложен но можно еще сделать сразу же рукавчик отделить чтобы удобно было вот у меня начинается белый рукавчик рукавчик рукав заходит сюда закругляю по линии так и вот сюда заходит лишнее убираю все все рукав выделила можно до конца его выделить вот он рукавчик то есть для меня это уже сигнал что этот рукав у меня будет белого цвета контур обрисовала пластилина теперь теперь беру и заполняю то что у меня фиолетовый ну вот например вот у меня контур идет она сидит на этом месте я вот такими вот способом до вот этой полосочки заполняю раз положила стараюсь плотно плотно выкладывать два как будто провожу полосочки ага вот это вот у меня отпало страшно сейчас мы ее подсоединим то есть помогаете стекой выравниваете от приложили и выравниваем таким образом делаем до самой лапки пока не закончится вот эта линия берем снова фиолетовый можно можно ниже спуститься но старайтесь чтобы закончена была линия чтобы она доходила от начала и до конца вот например я начала отсюда и пошла сюда можно вот здесь по низу сделать в одном направлении начали в одном направлении в одном направлении продолжаем вот так вот выкладываем выкладываем до тех пор пока не закрыта будет вся юбочка это вот можно вот это вот так по низу делать постарайтесь чтобы щелки не были сильно большие плотно выкладите стекой обрезаем чуть-чуть и дальше пошли если у вас закончился жгутик вы докладываете пластилин в шприц и давите еще остыла вода наливайте другую погорячее ну вот платьишко можно начинать сначала с крупных деталей пробовать потом я вам покажу как выкладывать этими жгутиками глазки мордочку начните пока что с крупных деталей с одежды например потому что мордочку там немножечко секрет есть как выложить чтобы правильно получилось и вот таким вот образом заполняем 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 делаем так заполняем заполняем лишнее убираем так ну вот видите часть я выложила часть выложила вот у меня фиолетового осталось совсем чуть-чуть мне надо будет его еще потом давить ну вот например кусочки вот кусочки остаются я пока один кусочек не закончу полосочку просто так не оставляю брошенным до конца делаю вот теперь все фиолетовый у меня закончился надо будет еще выдавливать есть белый вот пожалуйста рукавчик укладываю рукавчик таким же образом по кругу вот есть у него форма овальная вот так я и эту форму придаю вот сделала не бросаю на полпути второй ряд обязательно нужно закончить вот пока я его не закончу вторую полосочку следующий ряд не надо выкладывать то есть внутри заполняем внутри заполняем после того как я выложила пластилином всю лисичку платьишко хвостик что я сделала дальше ну если внимательно посмотреть то платье оно такое более гладкое а хвостик имеет такую вот пушистость таким образом это нужно сделать когда вы закончите выкладывать полосочки пластилина вам нужно будет взять стеку и стекой вот таким вот образом я вот сейчас немножко поверну чтоб мне удобно было подручно стекой аккуратненько вот эти полосочки нужно как бы сгладить сглаживаю все полосочки сглаживаю ну если это платье то они то гладко так и остается но шерстка у лисы ведь она не бывает такая гладкая она же пушистая поэтому я вот эту пушистость сейчас покажу как ее сделать углаживаем все 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 углаживаем можно немножечко пальчиком с водичкой поэтому макнуть водичку и пальчиком так заглазить ну стекой удобно потому что вот там где вот возле глазика вы можете пальцем залезть и размазать поэтому стекой я вот более аккуратно получается но не бойтесь сглаживаем выравниваем все наши полосочки так так Продолжение следует... Итак, когда мы все с вами смазали, замазали, как получить шерсть на лисичке? Ну, еще раз повторюсь, если это у вас какая-то одежда, то, естественно, вы шерсть на одежде не рисуете. Можно воспользоваться маникюрными ножницами остренькими, для того, чтобы фактуру придать. Или вот у меня есть такой пинцетик, что-то остренькое. Если нет ни того, ни того, можно посмотреть гвозди какой-нибудь такой удобный. Значит, берем стеку и начинаем прорисовывать вот такие вот шерстинки. Прорисовываем, представляем, что это у нас в руках, как будто бы кисточка. Придаем в такую вот ей фактуру. Сильно, конечно, не надо вгрызаться в пластилин, но сверху процарапать надо. Итак, лисичка наша готова. Как я вам и обещала, следующее, что я вам хочу показать, как работать с мелкими деталями. Вот у меня остался колобок. Часть мордочки я уже выложила. Ну, покажу, что нужно сделать. Ну, как всегда, берем нашу трубочку такую из пластилина. И начинаем выкладывать так же по контуру. То есть сначала выкладываем все мелкие детали. Носик, ротик, глаза, щечки. А уже потом заполняем оставшимся цветом. Вот я кругляшечек выложила. Сейчас степень немножечко подровняю, чтобы он более ровный был. Так, внутри заполняю. Внутри заполняю. Ну, и то же самое, чтобы у нас не было. Беру, разравниваю. Делаю более ровный круг. Такую лепешечку. Она, еще одна щечка готова. Дальше. Как сделать глазик? Берем черный пластилин. Ну, глазик можно вот взять. Пластилин скатать вот такой кромешочек. Сделать Лепешечку И На глазик у себя поставить. Обратите внимание, если оставить просто черный глаз, Он немножечко получается Как мертвый. Поэтому я беру маленький кусочек пластилина И Делаю блик. Еще беру Два маленьких кусочка пластилина Катаю Тоненькие колбаски И делаю реснички. С одной стороны у меня есть Короче, немножко надо сделать Раз, ресничка Так, лишнее мы сейчас уберем Ну и второе можно сделать Вот, мордочка выложена Когда мордочка выложена Можно будет уже приступать К тому, чтобы выкладывать основной цвет Колобок у нас бывает желтым И то же самое Начинаем круговыми движениями По краю С краешка начинаем И выкладываем по кругу Вот И таким образом Работаем С всей поверхностью Вот Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что ж, наша работа Закончена Последнее, что я сделала Это вырезала Вот эту вот фигурку лисы Аккуратненько Маникюрными ножницами Вырезала колобка Приготовила Такой вот красивый фон На более плотную бумагу Чтобы это более эстетично Смотрелось Таким вот образом Сейчас возьму И приклею На клей Пистолет Наша Картинка Рисунок В стиле Пластилинографии Готово Рисунок